Это ложь, это правда, это чёрное, это белое. Одно и то же действие для разных девчонок обозначают диаметрально противоположное, когда нужно рубануть в глаза то, как есть. Решаю и не перерешиваю, много это или мало. За что мы платим, что на что меняем. Степень проникновения друг в друга максимальная. Ваше мнение имеет решающее и принципиальное значение. Мои дорогие, всем привет. Меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Женщины». Это наша традиционная 10-минутка, короткая, ёмкая рубрика, в которой мы с вами обсуждаем какую-то одну методику, один инструмент, один совет, цитату, одну ссылку, фрагмент чего-то, одну мысль, что-то, что является универсальным, неочевидным, что можно применить в жизни каждой девчонки, которая смотрит это видео. Как их смотреть 10-минутки? Вы можете себе планировать это под чашечку кофе, какао, за завтраком, в выходной день. Я прямо знаю, что у вас есть определённые ритуалы. Кстати, в комментариях можете поделиться, как вы смотрите 10-минутки. Или, кстати, если у вас какой-нибудь сет идёт на беговой дорожке, например, 10 минут подъём в гору. Включаете 10-минутку, получаете инструмент, незаметно проходит время, вы потренировались, мышцы натренировали и поработали серым веществом. Итак, сегодняшняя 10-минутка, ну, кстати, вот по красному платью можно было бы, наверное, догадаться, потому что, чтобы говорить про эту женщину и про её новый канал, нужно обязательно выглядеть вот так вот, атрактивно и максимально эффектно, потому что речь пойдёт про вашего любимого эксперта, гостью в своё время канал не принято обсуждать, мою подругу, вашу звезду путеводную Инну Маронину. Её новый канал, который создаёт наша команда вместе с её командой, называется «Вместе с Марониной честно о сложном». По QR-коду можете переходить на этот канал или по ссылке в описании к этому видео. Собственно, это и есть мой полезный совет на сегодня, это и есть полезная ссылка, которую я вам отдаю. Но важно понять, для чего она вам нужна. Так вот, эту десятиминутку можно назвать на 10 минут честнее, что ли, потому что Инна – это, конечно, человек, который, правду, матку в глаза рубит, называет вещи своими именами. Она бывает где-то даже резка и даже груба в своих бескомпромиссных формулировках. Но есть ряд ситуаций жизненных, когда нужно обойтись без кивоков, когда не нужно петлять, когда не нужно что-то припорошить сверху, когда нужно рубануть в глаза то, как есть. Это ложь, это правда, это чёрное, это белое. Прочитала тут на днях такую жёсткую и точную цитату, и вот мне это напомнило риторику и подход Инны как раз. Цитата была следующая. «Когда мужчина не звонит, для глупой женщины – это начало любви, а для умной женщины – это конец отношений». Это было так прикольно, когда одно и то же действие для разных девчонок обозначают диаметрально противоположное. Вот это подход Инны. Да-да, нет-нет, решаю и не перерешиваю. Понятно, что жизнь – это градиенты, она не делится на чёрное и белое, и Инна это тоже, конечно, знает. Но всё-таки в некоторых случаях это деление, эта категоричная маркировка требуется. И вот Инна в этом абсолютный аз. Вина, обида и стыд – это результат моей зависимости от мнения чужих людей. Это не любовь, это суррогат любви. Это не значит, что я их предаю и не люблю. Это значит, что я выбираю нечто большее для себя и для проживания своей жизни. Спокойствие и расслабленность – это индикаторы перехода из выживания в жизнь. Это всегда долго, дорого и больно. Мне классно, когда я на него опираюсь. Мне классно, когда он обо мне думает, когда он мне направляет энергию, когда он меня благословляет. Это сейчас очень важно. Я простила тебя, потому что мне невыгодно обижаться на тебя. Мне невыгодно винить тебя. Это забирает у меня энергию. Палачом быть для себя просто. Прощать сложно. Вы на канале «Вместе с Марониной». И здесь я говорю честно о сложном. Поэтому на 10 минут честнее с самой собой это точно означает подписку на канал Инны. Подпишитесь, пожалуйста, на канал «Вместе с Марониной». Повторюсь, мы его создаем в соавторстве. Это делает моя команда. Более того, я там появляюсь периодически в выпусках. Мы курируем это с точки зрения смыслов и форматов. И совсем скоро на канале появятся разборы со зрительницами. Может быть, это будут разборы именно с вами. Потому что этот формат мы отточили, блистательно выверили его на канале «Женщины». Вы прекрасно знаете, что в наших разборах с нашими экспертами участвуют наши реальные зрительницы. Это не выдумка. Мы всегда проводим кастинги в нашем телеграм-канале. Их объявляем, отбираем. У нас 300 человек на место в среднем. Горшочек не вари. Потом мы закрываем анкеты, перестаем принимать заявки, потому что очень горячее, как всегда находим. Так вот, если вы стремитесь к максимальной честности с собой, то стать подписчиком канала Инны – это то, что доктор прописал. И еще одно. На этом канале ваше мнение, как и здесь, на канале «Женщины», имеет решающее и принципиальное значение. Это пример того сообщества в интернете, которое мы образуем. Вообще, что такое канал «Женщины», например? Но это же правда сообщество. Это же больше, чем сделанный контент и просто зритель, который этот контент посмотрел. Потому что, повторюсь, вы гости наших съемочных площадок, вы объекты разбора для наших экспертов, вы активные участники всех наших экспериментов. Мы вас все время опрашиваем, анкетируем, даем вам какие-то задания, массу бесплатных уроков, потом собираем обратную связь. Наша аналитика не сухая, это не цифры и таблички, и не аналитика, которую выдает рекламный кабинет. Это иногда даже телефонные обзвоны, разговоры, интервью, прединтервью перед появлением на съемках. Мы постфактум ведем героинь, которые у нас поучаствовали. Степень проникновения друг в друга максимальная. Ни один YouTube-канал не предлагает такого. Вот точно такой же принцип будет на канале Инны. Смотрите, какую мы с вами уже такую вселенную каналов образуем. Канал «Женщины» не принято обсуждать. Наша команда, наш Телеграм-канал, вот это плотное взаимодействие. Канал «Инны», в который мы вас сейчас вовлекаем. И там, например, выходило видео по следам ваших комментариев на канале «Женщины», где я имела неосторожность, хотя, конечно, я сказала это абсолютно обдуманно и не собираюсь отказываться от этих слов, имела неосторожность сказать, что четверть миллиона рублей, 250 тысяч рублей – это не такие уж и большие деньги. Понятно, что все относительно. Понятно, что я реальный человек из материального мира, живу вместе с вами в реальной жизни, в конкретном российском, не столичном даже городе. Разные времена были у моей семьи, у меня лично. Когда-то 250 тысяч рублей – это были недосягаемые деньги. Когда-то это деньги очень подъемные, легкие, понятные. Это всегда может поменяться. Не зарекаюсь ни от чего. Повторюсь, я вменяемый, здравый человек. Я не отлетевшая, я не олигарх, я не дочь олигарха. Очень темная, понятная, живая, успешная, неуспешная, смелая и боящаяся одновременно. Все, как у всех. Но в нашем интервью, в котором десятки тысяч просмотров и более тысячи комментариев под этим интервью было, так вот 80% из них были, несмотря на то, что внутри интервью мы обсуждали самые разные темы, именно про эти 250 тысяч, откуда они возникли. Я сказала о том, что это именно та сумма в месяц, которую очень богатый человек своей, бывшей супруге, платит в месяц. И это был длительный брак. Этот союз нельзя было назвать образцовым и обоюдно счастливым. И вот 12 лет жизни вылились в то, что теперь вот она имеет такое содержание. И в контексте этого я сказала, что тут надо сильно взвешивать. И пыталась развеять идею девчонок о том, что выйти замуж за миллиардера, уже состоявшегося или там перспективного парня, который этим миллиардером станет. Эта идея, конечно, классная, но что она в себе таит на самом деле? И может быть совершенно по-разному. Может быть, вы как сыр в масле будете всю жизнь кататься. А может быть, условно у вас там будут отнимать, отсуживать детей вообще ни копейки на содержание и без трусов останетесь с голым всем. А может быть, какой-то срединный путь, вот такой вполне комфортный, в 250 тысяч рублей ежемесячного содержания. Но вопрос-то в том, что если бы эти 12 лет потратить на карьеру и саморазвитие, и брак не с таким богатым человеком, но с человеком в союзе, с которым вы совместно развиваетесь, или он растёт, или вы растёте, или без брака, это неважно. То есть 12 лет — это огромная жизненная инвестиция. И по окончании этих 12 лет можно получать не только 250 тысяч ежемесячного содержания, не имея профессии, не имея никакого личного социального статуса, кроме экс-жена того-то, того-то. Вот что я имела в виду. И если 12 лет развивать свою карьеру, то грамотно, прицельно, точно можно получать кратно, кратно большие деньги, прожив эти 12 лет гораздо более качественно, гораздо более счастливо. Вот про что шла речь. Много это или мало? За что мы платим? Что на что меняет? Тема горячая, дискуссионная, и выпуск Уины на канале есть относительно этих ваших комментариев. Это про то, что мы друг к другу с вами очень близко. Я сказала, вы отреагировали, мы прочитали, сняли про этот выпуск, разместили на канале Инны. Скриншот, картинку этого выпуска покажем, чтобы вы, перейдя на канал, его нашли и могли посмотреть. И помнили про то, что, девчонки, ваше мнение, ваш отклик имеет принципиальное значение. Мы вас слышим, мы вас видим, мы с вами в живом, женском, настоящем, искреннем диалоге. Никто не плохой, никто не хороший. Мы обсуждаем, мы можем быть не согласны друг с другом, но мы уважаем друг друга, и в этом и есть красота нашего общения. Добро пожаловать в наше гигантское, женское, откликающееся, крутое сообщество, где мы действительно можем разговаривать друг с другом. Пусть посредственно такого необычно закрученного способа коллаборации двух крутых каналов ютуб-журнала «Женщины» и канала Инны Маруниной по QR-коду или по ссылке в описании к этому видео. Переходите и подписывайтесь на канал. До встречи там. Я тоже там буду периодически появляться. Разговоры будем продолжать, споры будем продолжать. Как известно, именно в этих спорах рождается истина. Благодарю мои хорошие за доверие. Увидимся и здесь, и там. Мы рядом, мы ближе друг к другу даже не на 10 минут. Спасибо, родные, и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин